и самая лучшая рука это когда человек сам на себя читает так как челап рог мухаммад саллаху алейхи ассалям на себя поэтому может быть через это и ты должен брать сестра если вдруг Аллах тебя испытал таким там джин то что тебе кажется что тебя джина душат или уасвас какой-то нашептан и так далее ты должен понимать что это для тебя от Аллаха может быть даже подарок может быть это твой вход в рай Аллах проверяйте как ты будешь терпеть на этом или нет потому что инна ма юаффа сабир уна аджраум би гайли хитяб все вишни Аллах сказал терпеливые люди они без расчета возьмут свою награду в сунный день поэтому может быть именно из-за этого сабра может быть это будет тот ключ который ведет тебя в рай бекарина дали на это во время видел как проходила темнокожая женщина рядом стояла его ученик Ата рада Аллаху аня и на что сказал про Ибн Аббаз я тебе хочешь я тебе укажу на женщину из-за обитательницы рая на темнокожую женщину на что спросила Ата рада Аллаху аня почему она из-за обитателя рая посланник Аллаха Ибн Аббаз говорит при жизни я обещал рая сказал что ты из ахнил джанна у ней была болезнь у нее был вот эта вот болезнь где она себя неадекватно вела за их могла зайти тут на тот межрис на то место где сидят люди где сидят мужчина раскидывала еду кричала сара то есть у нее была эпилепсия и пришла к пророку и все это рассказала и сказала даже я открываю аура и на что пророк Мухаммад сказал то есть я открываю аура то есть до того ее доводило то есть я открываю аура ты показываю это посторонним мужчинам Сделай за меня дуа, о посланник Аллаха. На что пророк Мухаммад дал ей выбор и сказал, Если хочешь, я сейчас за тебя дуа сделаю, и Аллах тебе дашь шифа. Тебе тут же моментально Всевышний даст исцеление. Но если хочешь, прояви терпение, и за это тебе рай. На что она сказала, Она сказала, я проявлю терпение, я проявлю терпение у посланника Аллаха, зайду в рай за это. Но однако одно я хочу попросить, попроси дуа, чтобы я не открывала свой аурат. Пророк Салаллаху Али Саимову попросил за нее дуа, она не открывала больше свой аурат, но однако осталась на том, на что была, и ей обещан рай. Поэтому смотрите, опять же, какой у нее был именно забота, за что она больше переживала, то есть я за свою болезнь, эпилепсию и так далее, я на что это сделаю, сабр, но однако я не хочу делать харам, открывать свой аурат. За это сделай дуа. Я не могу сама себе помочь в этом вопросе. Субханаллаху, опять же, она больше переживала за вечно, чем за эту мирскую обитель. Поэтому, если какое-то испытание есть любого характера, даже если с точки зрения взять вот это вот, может быть, у кого-то сихр, у кого-то васваз, у кого-то аль-джин, у кого-то масс, у кого-то лапс, в первую очередь привязывайте сердца с Аллахом, не с чем, который на вас читает, а с Аллахом, субхану ва-та-Али. И старайтесь на себя прочтать руки и проявлять терпение. Саллаху а'ля Набиya Мухаммаду, а'ля Алиху, сахам и субхану.